Раньше была красота тут неимоверная, раньше в вечернее время очень видно было хорошо аэропорт, где самолеты приземлялись, взлетали, где красиво горели эти огоньки. Наш дом находится первый, который смотрит на Донецк, он девятиэтажный дом, самый такой пострадавший, в него пришло более 100 снарядов, самый последний снаряд пришел у нас в 16 году, 17 и 18 июля, когда погибли у нас здесь бабушка с внуком, они были инвалидами. Это были первые и последние смертью в нашем доме. Так что тут опасно, тут как раз работает, это самая шурадушная. И на восьмом этаже, где у нас погибли бабушка с внуком. Субтитры делал DimaTorzok Начали 2015 года, мы начали писать в разные организации, в разные гуманитарные штабы, мы писали президенту Украины, мы писали прокуратуру Донецкой области. Через время мне начали приходить письма с Краматорска, со Славянска, с капитального строительства, о том, что наш вопрос взят на рассмотрение и будут держать нас в курсе. В один прекрасный момент мне начали приходить уже ответы с Краматорска, со Славянска, что деньги выделены на восстановление нашего дома в такой-то сумме. Зашел у нас подрядчик 10 мая официально, они выиграли тендер и приступили ребята к работе. Сейчас на данный момент они разчищают квартиры от мусора, который из-за войны, из-за бабахов у нас тут получилось. Снимают плиты, которые более разрушены. И потихонечку все это подготавливают к ремонтно-восстановительным работам. Не хватает этих поездов, которые ходили у нас здесь по путям, этих электричек, которые на переезде всегда фафакали. Раньше думали, блин, как же засыпать под этот шум? А теперь этого шума действительно не хватает. Этих стук колес поезда. У меня одно пожелание, заканчивать войну, чтобы люди из семьи возвращались все по дому.